Коллектив компании ЗАО «Сетевые технологии» сложился в конце 80-х годов. Тогда усилия инженеров были направлены на разработку российского компьютера. Позже, в начале 90-х, начали развиваться направления разработки и производства коммутационного оборудования и средств радиоподвижной связи. Последовательное развитие компании потребовало открытия собственного производственного центра в Тайване, а затем и создание производственной линии СМД-монтажа в Подмосковье. При выборе поставщика важным критерием была его компетентность и хорошее соотношение цена-качество поставляемого оборудования. По этим критериям в результате тщательного анализа рынка была выбрана компания «Леонтех». У нас было два этапа. Первый этап – это был 4 года, мы приобрели линию, но немножко усеченном варианте. Для узких целей она нас устраивала до этого года. Когда мы начали заниматься именно высокотехнологичными изделиями, то пришлось уже думать о том, что это оборудование не позволяло нам производить монтаж печатных узлов для этих гаджетов. Поэтому на фирме «Леонтех» было приобретено дополнительное оборудование, в том числе более современный робот, более современный принтер. А сейчас линия имеет законченный цикл с приличной производительностью, которая обеспечит нам и массу, и в том числе массу производства. В 2012 году компания вернулась к идее разработки российского персонального компьютера. Ранние модели не выделялись на фоне продукции конкурентов, но позволили отладить производство платы, схемотехнику и разводку. С каждым новым проектом учитывались пожелания пользователей, внедрялись новые решения, расширялся функционал. К настоящему моменту удалось создать целую линейку компьютеров, не отличающихся по быстродействию от настольных собратьев, но при этом способных уместиться в карман. Один из таких компьютеров серии «Реджет» был представлен президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Компьютер не только оснащен мощным современным процессором на основе i7, но и обладает всеми необходимыми современными портами и разъемами, что делает возможным различные сценарии его использования. Про участие компании в иностранных выставках рассказывает технический директор ЗАО «Сетевые технологии» Михаил Михальченко. Как взятский рынок реагирует на российские гаджеты? Ну, он даже там на выставках также снимает, естественно, нашу продукцию. И не зря этот компьютер «Реджет», он признан самым маленьким в мире. И его, это уже показатель признания, его выставляет на своих стендах Intel, компания Intel. В настоящее время ведутся работы по увеличению объема производства, чтобы удовлетворить ряд крупных заказов, поступивших в том числе из-за рубежа. Компания не прекращает разработки и в других областях. Также у нас есть направление, у нас мы разработали и готовится к выпуску. Это свой смартфон, вот здесь плата. Плата довольно-таки очень сложная, микросхемы стоят шагом 0,3 мм. Специфика данной разработки потребовала не только обновления оборудования, но и усложнения технологического процесса. Поэтому весной 2015 года сотрудники компании прослушали мастер-класс по оптимизации производства, проходивший в Саранске. Обучение было организовано компанией «Леонтех» и проходило на базе новой лаборатории прототипирования печатных плат. На мастер-классе в Саранске, да, очень много было вопросов освещено, которые нам тоже очень помогли в дальнейшем. И еще будем с удовольствием приезжать. Сейчас компания «Сетевые технологии» является крупнейшим российским разработчиком и производителем цифровых комплексов подвижной радиосвязи и проводной телефонии для корпоративных и ведомственных структур России и ближнего зарубежья. Большой научный потенциал, прекрасный кадровый состав и инженерные наработки, высокотехнологичная производственная база и постоянная техническая поддержка позволяют компании производить продукцию отличного качества, превосходящую по многим параметрам «Зарубежные аналоги».